всем привет вы находитесь на кого на канале ображка life меня зовут наталья я живу в сибири в красноярском крае сегодня у нас суббота 12 ноября ранее утро я вот пришла к своим курочкам и хотела вам показать как я буду вводить в корм им новый компонент вообще в принципе поговорить о том как нужно вводить в состав корма для кур новые компоненты конечно смена года всегда носит коллективы в питании ну как у людей так и у животных у моих кур в том числе в теплое время года я своим курам снижаю калорийность потому что у них в достатке будет в достатке будет зеленых кормов много овощи также фрукты так это уже фрукты меньше конечно всякие жучки всякие жучки червячки все и всякая всячина что курица сама может найти на полу когда гуляет ну и плюс летом также из-за температуры воздуха высокой из-за жары у кур снижается аппетит поэтому ну перекармливать и кормить их в том объеме в которым я их кормила раньше я не вижу смысла никакого соответственно с наступлением холод наступлением холодов калорийность корма конечно же повышается и ее объем тоже объем еды тоже повышается ну потому что холод он стимулирует организм больше тратить энергию да поэтому курицы нужно больше есть чтобы эту энергию восполнять ну а также я начинаю давать то чего я не давала им летом допустим я начинаю проращивать пшеницу видите вот у меня стоит за спиной это у меня пшеница на зелень и просто пшеница на пророщивание там наверху тоже брудер и тепло пока никого нет у меня цыплят я там проращиваю но я понимаю что зелень да она не может заменить в полной мере потому что я не в таком объеме ее конечно выращиваю чтобы она им заменила летнюю зелень в том объеме летнюю свежую зелень в том объеме в котором они едят в теплое время года поэтому в холодное время года вот сейчас вот уже ноябрь можно сказать практически зима я начинаю давать курам травяные гранулы конкретно гранулы из крапивы сейчас я покажу что это за гранулы так вот мы купили гранулы вот такие крапивные гранулы они достаточно твердые спрессованные раньше эти гранулы но прошлые года я замачивала в воде на ночь потому что они очень такие спрессованные и нужно долгое время чтобы они разошлись в массу такую зеленую но в этом году мы купили себе небольшую зернодробилку вот ну кому интересно напишите в комментариях я вам сниму на нее обзора такая небольшенькая для маленького хозяйства как у меня вот подсобного и я эти гранулы нынче подробила на дробилке подробила на дробилке у меня получилась вот такая вот ну как это я называю травяная мука которая не требует времени долгого для размачивать я ее добавляю в корм вернее еще не добавляю начинаю только добавлять я ее добавляю только два дня я почитала про состав про пользу про ценности сушеной муки из крапивы про нее достаточно много написано если хотите я сниму на эту тему тоже отдельные отдельное видео ну в общем чрезвычайно полезная штука скажу только что там содержится до 20 процентов протеина как вы понимаете до 20 процентов в какой-то там траве ну в общем вот я решила курам сейчас эту муку из крапивы добавлять по информации значит которую я почитала значит норма ввода ну когда я буду эту крапиву крапиву давать норма на одну голову на курицу где-то примерно от 7 до 10 грамм в корм уже добавить значит ну мне кажется 10 грамм это много ну 78 грамм наверное в принципе нормально но сразу я одномоментно такое конечно количество дать не могу из никакие из никакой любой новой добавкой так поступать нельзя сразу одновременно в общем в общей рекомендуемой дозе давать ее нельзя никакую добавку потому что ну во первых произойдет у кур с большой долей вероятности срыв кишечника зачем вам это надо ну а в худшем случае допустим год крапива да это все-таки зеленый корм такой специфический до влияет на рецепторы и может просто встать желудок но а когда встанет желудок ну сами понимаете вы курица вот может умереть все новые ингредиенты всегда нужно вводить дозированно по чуть-чуть начиная с абсолютно небольших дозировок которая который курица в принципе не заметит и особо не скажется на вкусе и составе самого корма и так вот я собираюсь вводить сейчас мне нужно понять ну по прикинуть по массе сколько это будет да но одномоментно вот сейчас я ввожу примерно процентов 30 до от общей от общего количества этой муки которую я планирую добавлять в корм и так вот я принесла с собой весы такую баночку обнулила весы и сейчас прикину сколько по массе примерно это будет у меня и по количеству допустим я хочу ввести в общем количестве примерно 260 280 грамм этой крапивной муки ну сейчас я хочу ввести примерно третью часть это ну грамм 80 до так вот смотрите баночка почти полная но она не полная составляет 65 грамм сейчас я маленечко еще добавлю так вот все вот одна такая баночка составляет 83 грамма да я понимаю что мне нужно будет ввести примерно три таких баночки вы представляете так-то вроде бы немного но три таких целых баночки это прилично а он же еще у меня размочится и его будет еще больше а я говорила что я уже начала давать до два дня уже даю ну я давала конечно не в таком количестве давала еще меньше где-то пол баночки такой высыпала и вот вот такую баночку я теперь буду давать примерно дня три при этом я буду очень внимательно наблюдать за поведением моих кур как они вообще себя ведут как у них аппетит как они и какой у них стул чтобы не допустить никакого никаких ненужных мне реакций ну пока вот у них все нормально то что я два дня уже по чуть-чуть им давала значит вот далее я буду добавлять этот корм и постепенно постепенно я его доведу но но до нужного мне количество которое я планирую им давать также при вводе нового продукта какого-то в состав корма я всегда всем всем рекомендую параллельно с этим параллельно с этим давать в корм пробиотики ну как бы это для того чтобы предотвратить ненужную реакцию организма которая возможно может случиться то есть пробиотик устраняет этот вот срыв кишечника да и пробиотик стимулирует работу желудочно-кишечного тракта ну я уже не говорю о других полезных вещах которые делает пробиотик в качестве повышения иммунитета в разы но это отдельная тема что еще я хотела бы отметить отметить при вводе нового какого-то составляющего в корм нужно понимать насколько какая питательная ценность у этого нового ингредиента и понимать насколько изменится пищевой питательный состав у вашего корма в общем объеме вот допустим на примере моей травяной муки да я понимаю что у него достаточно высокое содержание протеина до до 20 процентов соответственно она у меня в моем корме повысит содержание протеина но мне как бы это особо не нужно да у меня корм в принципе сбалансированный по протеину и по одну и по другим микроэлементом я добавку дополняю это витаминами вот но крапива сама содержит массу микроэлементов витаминов и протеина много поэтому значит я в этот момент немножко уменьшаю количество допустим животный белок я не рекомендую уменьшать я уменьшу количество подсолнечного жмыха потому что он очень богат белком и тем самым я скомпенсирую содержание количество белка чтобы не допустить ну допустим зажирение куда мне это зачем надо вот так же я немножечко уменьшу добавление витаминов потому что я знаю насколько крапива богата витаминами не дают говорить перебивают хотят кушать потому что а я стою тут разговариваю и не кормлю их сейчас буду готовить корм и пойду кормить как обычно спасибо так что нужно вдруг что ну вот я вам рассказала как я ввожу в рацион курам новые компоненты кому это было интересно и полезно ставьте мне лайк подписывайтесь на меня всем всего доброго желаю здоровья всем пока